Больше скажу, что в России нет принципов, это все демагогия, что справедливость, духовность. А это вы меня простите. Если была бы возможность, я вас уверяю, что Россия бы вела себя точно так. Я не хочу вас обижать. Это мне напоминает мальчика, который забрался в комод, сожрал все варенье, она замечает, с чем ты делаешь, говорит, у тебя просто такой возможности не было. Понимаете? Дело в том, что у России возможность есть. У нас есть принципы. Я понимаю, что вам это сложно понять. Это искреннее отношение. Я не просто могу объяснить, что за при Сирии. Простите, вы совсем не видите наши принципы в Сирии. Можно я майклу объяснить? Наши принципы в Сирии, что в отличие от вас нет сирийских оппозиционеров, которые поддерживаются впрямую российскими политиками, российскими деньгами и российским оружием. А когда вы говорите, смотрите, с каким оружием воюют, хочу вам напомнить, что большинство убийств в мире совершается американским оружием, всего лишь потому, что Америка торговит оружием номер один в ГИЛе. Я не защищаю себя. Можно я могу сказать, что 98%... И ИГИЛ не мы воспитали. И сенатор Маккейн, а не Владимир Жириновский, фотографировался с лидерами ИГИЛ. Нет никакой оказавшей Великой Отечественной войны. Просто вот Германия могла, а потом Россия могла, а Америка выиграла того, кто побеждал, и присоединилась. А все остальное это... Мы себя обманываем. Нет никаких принципов. Вот вопрос Майкла завис в воздухе, да? Вот в Сирии, где ваши принципы справедливости и добра и прочее. На самом деле работают все те же принципы. Ведь заметьте, и в Сирии, и в Ливии, и в Ираке Россия либо поддерживала, либо как минимум не свергала законные правительства. И на Украине, как мы знаем, было свергнуто неконституционным путем законное правительство Януковича, которое признавало и Соединенные Штаты, и Европа, и Асада признавали, и США, и Европа. В этом принципе выважение международного права. И на этом Россия стоит. А вы этого не замечаете? А вот ваши принципы, а вот где принципы Соединенных Штатов Америки, когда они могут... Особенно в Крыму, потому что в Крыму был использован опыт замечательной американской дипломатки, госпожи Олбрайт, которая показала юридический путь и провела его косовски. И мы взяли абсолютно точно, скопировали американский опыт косовского прецедента. Есть разница между незаписимостью и аннексией. Нету разницы. Нету разницы. Между чем незаписимостью и чем? Аннексия. 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 Какая аннексия? Вы больше не верите в свободные воли изъявления людей? Особенно, когда Киев соглашается. Подождите, какой Киев? Я кто-то не помню, чтобы кого-то волновало согласие Белграда. Я что-то не очень помню, чтобы вот тот самый прецедент, к которому говорим, прошел референдум. Хотя почему-то Барак Обама его увидел. А Барак Обама всеми рассказал, что референдум был. Но забыл сказать, что... Ой, ошибся. К чему Косово присоединился? Майкл, я когда ехал... Не волнуйтесь, это ответ простой. А к чему пытается присоединиться Пуэрто-Рико? Это правда, да. Было такое. Пуэрто-Рико, которая потеряла сначала Испанская империя, потом стала территорией такой непонятной, неприсоединенной к Штатам. Теперь проголосовала полностью за присоединение к Штатам и ждет решения Конгресса о присоединении. Если мы сейчас... А граждане не имеют права до сих пор... США еще не сказали свое слово. При этом США определяет политику Пуэрто-Рико. У граждан Пуэрто-Рико есть паспорта американские. Они могут служить в американской армии, но они имеют право избирать своего верховного главнокоманды. Что они заинтересованы? Ну, а за Брюссель принимает решение, как мы знаем точно. Вашингтон, который в прямую сказал, европейцы не хотели принять санкции, но мы надавили. Нам так сказал господин Байден. Байден сказал весно. Настолько сильно Америка не пойдет на Россию. Она и на Украине сказала, мы не пойдем воевать. Они им не надо воевать. Потому что папка не могут. Они столкнули лбангами. Астеристики 21 века. Это нормально. Нужно действовать более современно. И, между прочим, вот когда я пытаюсь эту линию провести по поводу этих левых испанских студентов. Понимаете? Мы отчасти допускаем Западом ту же самую ошибку, которую мы совершили с Украиной. Мы мало работали с обществом украинским, которое является нашим главным союзником. Все время мы думали... Ну, начинайте с следующей фразы. Сколько надо дать денег? Мы все время в Украине пытались понравиться этим их главным начальникам, олигархам, президентам. То же самое и в Евросоюзе. Надо больше работать с социальностью. Здесь люди с ценностями. Это правый и левый. Они нас поддерживают. С ними и надо работать. Выброси врагов. Не говорите с ними. Говорите с друзьями. Два слова про вмешательство внутренних делах других стран. Я сейчас про оригинальное предложение Лаврова в ООН, что он хочет запретить, резолюции, чтобы запретить вмешательство внутренних делах других стран. Я хочу сказать, что вмешательство – это как шпионаж. Все страны этим занимаются. Запретить... Были попытки запретить шпионаж, даже регулировать шпионаж. Это невозможно. На это есть внешняя политика, чтобы влиять на другие страны, чтобы выдвигать свое влияние на мировую арену. И каждая страна этим занимается по мере своей возможности. Вы какой-то удивительный человек. Мне вас надо было раньше позвать. Вы выдаёте все секреты Америки, даже не под пытками. Тогда я вам задам следующий вопрос. А вы помните... Простите, а вы помните какой документ? Простите, а вы помните какой документ процитировал Лавров? Я не знаю. В том-то и дело. Это была инициатива Соединённых Штатов Америки. Америка обратилась с требованием к Советскому Союзу и сказала, что мы признаем Советский Союз при условии невмешательства в нашу внутреннюю жизнь. Ну я знаю. А это байка. Нет, это байка, потому что Советский Союз тут же нарушил это. Это другой вопрос. Но была такая проблема. Нет, это тот вопрос. Чего стоит обещание Советского Союза? Тут же нарушили. А 21 февраля, когда подписались инициатива, не тут же нарушили. Не тут же нарушили. Как поддерживал Коммунистическую партию Америки, что USA с какого года? Все равно американцы признали. С какого года? С следующего дня. С 34-го? Да, да, да. Да он прав. Он прав. Советский Союз нарушил. Поэтому сейчас, базируясь на этом выступлении, в России закроют любую возможность финансирования американскими структурами любых структур здесь. Станет ясно, что все законы, которые мы принимали, говоря о западном влиянии, справедливы. Станет ясно, что американцы даже не скрывают своего политического влияния. Станет ясно, что единственная страна в мире, где невозможна оранжевая революция, это Америка, потому что там нет американского посольства. Я просто не могу. То есть человек говорит честно, никаких международных договоренностей нет, мы шпионили, будем шпионить за все, мы будем свергать все неудобные режимы, которые есть, потому что это можем, мы будем захватывать все территории, которые можем, но, кстати, вы аннексировали Крым. Потому что вы не можете. Да, но не говорят о них, потому что они считают, что у них есть силы отобрать. Я согласен, нет логики, это лицемерие. Если можно, я попробую обозреть. Мы с высоким спортом, что можем или не можем. Я не защищаю американскую лицемерие. Да нет, вы их не точно не чаете, вы их просто уничтожаете. Я просто скажу, что признавайтесь, вы члены политической партии Америки. Если я буду говорить, что не надо лицемерие, я хочу, чтобы вы тоже говорили. Майкл, можно вам обозреться, вы этого и рады. Можно обозреться. Мы все хорошие. Я сейчас дам слово господину Ремезу, но просто вот это все вспоминаются классические случаи, когда судили первого поймного каннибала. Не, некрасивого. Первого поймного некрасивого. И когда ему судья французский говорит, как вообще, как это возможно? Говорит, да вы бы попробовали, вас бы за уши не оттащить. То есть такое ощущение, что вы рассуждаете в логике этого некрасивого. Вы искренне считаете, что все такие, как вы. Так обычно считают маленькие дети. Должен вас разочаровать. Мы абсолютно разные. Но вот мы абсолютно разные по подходу. Прежде всего, Майкл, я хочу сказать, что мне ваша откровенность нравится гораздо больше, чем европейская лицемерия. Если хочется, нам всегда можется. В этом трагедия России. Когда нам хочется и можется, мы даже не думаем, что это будет стоить.